Трэшовые истории с форума Reddit про я же мать. Уходи со своей вечеринки, потому что ты безглазая и пугаешь моего дитя. Да и подругать живут мамочки с ребенком. Мне все равно, что ты теряешь сознание, все равно уступи Диточке место. Я же мать против пожирателя душ. Уходи со своей вечеринки, потому что ты безглазая пугаешь моего дитя. Когда я была маленькая, попала в автомобильную аварию, в которой повредила зрение и внешний вид левого глаза. Это на самом деле не совсем мертвый глаз, так как мой зрачок просто лениво поворачивается из стороны в сторону большую часть времени. Однажды моя мама устроила отличную вечеринку и пригласила всех своих соседей. Здорово, не так ли? Ну не совсем. Я весело общалась с подругой, поедая разные вкусности на свежем воздухе, когда к нашему столу подошел маленький ребенок. Это была милая девочка, которая сказала нам, что она потерялась. Поэтому я опустилась перед малышкой на колени, чтобы быть одного уровня с ней, и спросила о ее маме. Мне нужно было услышать какие-нибудь подробности, если хотела найти женщину среди гостей, но как только я это сделала, девочка убежала от меня с громким плачем. Я отмахнулась от этого незначительного эпизода и вскоре забыла о нем. Рядом было много более опытных родителей, которые могли помочь ребенку в поисках ее мамы. И вот тут начинается самое интересное. Я же мать и ее дочь подошли ко мне, когда я брала еще один гамбургер. Она посмотрела на меня внимательно и указала пальцем на мое лицо, затем произнесла с явным отвращением. Что это? Что вы имеете в виду, мэм? Что с твоим глазом? Неудивительно, что это испугало мою дочь и заставило ее плакать. Что? Не могла бы ты хоть ненадолго остановить это дерганье? Я выгляжу как могу. Сказала эти слова немного резче, с трудом сдерживая подступающие слезы. В ответ я же мать прокричала, привлекая внимание остальных собравшихся. Не повышай голос, юная леди! Ты не должна участвовать в этой вечеринке в любом случае! Но почему? Ты своим видом пугаешь детей, засранка безглазая! В это время люди приходят в ярость, когда слышат весь наш разговор и наглое заявление я же матери. Они позвали мою маму. После короткого выяснения ситуации, невоспитанная соседка была отослана прочь. Сбешенная женщина долго ругалась и оскорбляла всех подряд, прежде чем уйти. Я люблю свою маму. Дай потрогать живот мамочки с ребенком. Я новобранец-полицейский, только что начал свою смену и чувствовал себя прекрасно. Хорошо пообедал, мой коллега был со мной в смене, и сейчас я ехал в полицейской машине по любимой трассе для скоростной езды. Тогда это и произошло. Диспетчер отправил звонок о беспорядке в местной кофейне, расположенной в моем районе. Поэтому я принял звонок и изменил маршрут, добавляя скорость, поехал на вызов. Прибыл в нужное место, и вот она! Я же мать! Я сделал один шаг от патрульной машины, и женщина стремительно подбежала ко мне. Теперь я мог разглядеть ее. Дамочке было где-то 42 года, невероятно худая и с такой мужской, очень короткой стрижкой. Еще я заметил, что у нее на щеке была большая красная отметина. Я выставил вперед руки, чтобы держать женщину на расстоянии, и сказал, «Мэм, все хорошо, полиция, что случилось?» Я же мать отвечала самым драматическим тоном, «Слава богу, вы здесь! Меня в кафе атаковала просто сумасшедшая женщина!» «Понятно, где она сейчас?» Встретившая меня дама указала на посетительницу кафе, сидящую за столом. Я попросил женщину подождать снаружи, чего она не сделала, и позвал к себе моего коллегу, находящегося в полицейской машине. Мы зашли внутрь помещения и увидели перед собой молодую женщину, которая была беременна. Я бы сказал, срок около 7 месяцев, и очень расстроена. Она сидела за столом и что-то быстро говорила по телефону. Я подошел к ней и попросил рассказать о конфликте. Я зашла сюда, чтобы выпить кофе, сидела тихо, просто занимаясь своими делами, когда эта женщина, указывая на я же мамку, подошла ко мне и начала прикасаться к моему животу. Я попросила ее остановиться, но она продолжала трогать меня. Затем, когда Бористо поставил мне кофе, она взяла чашку со стола, вернула ее назад и сказала, что продавать кофе беременным женщинам незаконно. После этого сумасшедшая снова начала гладить мой живот. Говоря при этом, что я плохая мама, я требовала оставить меня в покое и перестать прикасаться ко мне. Но на женщину мои слова не действовали. В ответ она успокаивала меня и заявляла, что сама мать и это нормально. Один раз эта старуха очень грубо коснулась моего живота. Я сильно испугалась, когда сделала попытку уйти, женщина не пускала меня и загораживала проход. Поэтому я ударила ее по лицу, чтобы она оставила меня в покое. Я посмотрел на я же мамку, которая стояла у двери, закатывая глаза и ухмыляясь, пока вторая участница конфликта рассказывала свою историю. Мой напарник отходит от нее и становится рядом со мной. Хочу прояснить, что мой напарник это небезобразная с короткими ногами южная, откормленная на кукурузном корме неприятная женщина. Со мной в паре очень милая и классная во всех отношениях девушка. Я попросил коллегу остаться возле беременной и поддержать ее. Затем поговорил с менеджером и несколькими сотрудниками за барной стойкой. Все они подтвердили сказанно допрошенной посетительницей, а менеджер даже привел меня в офис и показал записи с камер безопасности. Увиденные доказательства слов беременной девушки подтвердили вину приставшей к ней яжемамки. На камере четко зафиксировано, как женщина становится агрессивной с клиенткой кафе, когда та пыталась уйти. Сумасшедшая преградила путь девушки и не отпускала ее живот. Я вернулся к столу, где сидела пострадавшая и спросил, «Вы хотите выдвинуть обвинение?» Женщина в положении ответила сразу, ни секунды не сомневаясь. «Да, конечно, хочу!» Я направился к яжематери, строгим голосом произнес, «Я требую повернуться и положить руки за спину». От неожиданного предложения дамочка уронила челюсть. «Как? Что здесь происходит?» Это арест. Примечание, в этом штате вас могут арестовать за преднамеренное и незаконное прикосновение к кому-то. Поскольку дамочка была агрессивной и продолжала прикасаться к этой беременной женщине, она нарушила закон. Неадекватная тетка пыталась что-то доказывать. Она громко и нервно говорила, «Вы не можете арестовать меня из-за того, что я прикоснулась к беременной женщине! Вам нужно отправить в тюрьму сотрудников этого заведения, которые приносят кофе посетительницам, которые вот-вот должны родить, ведь это опасно для ребенка!» Как только я же мать замолчала, я сказал, «Нет, мы должны арестовать вас. Во-первых, вы не имеете права трогать кого-то без разрешения, любого человека. Во-вторых, нет закона, согласно которому беременные женщины не могут пить кофе. Поэтому, пожалуйста, развернитесь и положите руки за спину». «Нет, не надо меня забирать в полицию, я уже ухожу, мне нужно вернуться домой к своим детям. Вы разве такой изверг? Вы способны арестовать мамочку с детьми? И ажи мать поворачивается, чтобы покинуть кафе. И мой напарник встает перед ней с выражением на своем лице, «Попробуй обойти меня». Женщина замирает под пристальным взглядом полицейского офицера. И воспользовался моментом, схватил ее за руки и надел наручники. «Мне все равно, что ты теряешь сознание, все равно уступи детечке место». Для разъяснения, у меня заболевание, при котором в организме крайне слабое кровообращение. Мой средний пульс в покое составляет около 45 ударов в минуту. Когда я сплю, он может снижаться до 30, что подвергает опасности мою жизнь. Когда я физически активен, не отдыхаю, мой пульс поднимается примерно до 60 ударов в минуту. При частоте 70 для меня это как 130 ударов в минуту для человека с обычным здоровым кровообращением. Поэтому я теряю сознание очень легко. Мне нужно быть очень осторожным с моими движениями, активными действиями и прочим, иначе я вырубаюсь через несколько секунд после того, как просто резко встану. Я никогда не думал, что смогу встретить на своем пути ненормального родителя. Но, к сожалению, вчера столкнулся с таким. Было около 8.30 утра. Я ехал в автобусе в университет. Спокойно сидел в салоне, слушал музыку и занимался своими делами, как вдруг кто-то прикоснулся к моей руке и женский голос произнес. «Извините, молодой человек, не могли бы вы встать? Это любимое место моего сына в автобусе!» Я поднял глаза и увидел над собой озабоченное лицо молодой женщины. Вытащил наушники из ушей и спросил, «Что, извините, мне самому нужно это место?» Я... Но мать не дослушала меня и громко рявкнула. «Поднимись немедленно! Кому говорю?» «Я действительно не могу этого сделать. Извините меня, если я сейчас встану, я...» «Просто встань молча и все!» «Здоровый охламон, с тобой все в порядке!» «А уступить маленькому ребеночку не в состоянии!» «Совесть есть вообще!» В то время, как я пытался объяснить приставшей ко мне женщине, что у меня есть определенное состояние, при котором я должен быть осторожен с моими движениями, потому что мой пульс и кровообращение очень слабые и хрупкие, она продолжала кричать о том, что я, отнимая у ее маленького сына, возможность посидеть на любимом месте. «И какой я негодяй, потому что не хочу услышать мать и ее ребенка!» «Чувствовал, что мой пульс учащается из-за ссоры и стрессов, которые эта леди меня вовлекла. Теперь я очень волновался. Мне не хотелось потерять сознание в общественном транспорте». Ее сын выглядел смущенным из-за этого спора и даже пытался сказать матери, чтобы она просто оставила меня в покое. Остальных пассажиров автобуса, конечно, привлекла скандальная ситуация. Внезапно я же мать схватила меня за руку и попыталась измерить мой пульс. «Твой пульс нормально бьется! Чего ты врешь мне? Почему ты не хочешь немного постоять? Тем более тебя просит об этом мамочка с ребенком!» Ее хватка была такой твердая, что оставила следы от ногтей на моей коже. Она резко выдернула меня из кресла, заставив стоять в автобусе с уже слишком высоким пульсом для меня и моего состояния. Я пытался пройти несколько шагов, чтобы найти какую-то опору, за что можно было держаться, чтобы не упасть. Но все равно было уже слишком поздно. Я упал на пол посреди автобуса, потеряв сознание. Что случилось после этого, совсем не знаю. Очнулся на асфальте на свежем воздухе, завернутый в одеяло в окружении медработников, полиции и водителя автобуса. Они объяснили мне, что произошло, пока у меня был глубокий обморок. Полиция взяла показания яжемамки, некоторых других людей в автобусе и водителя, после чего женщина оказалась под арестом. Полицейские спросили меня, хочу ли я сделать заявление сейчас или позже, когда приду в себя, и буду ли я предъявлять обвинение в нападении. Конечно же, я это сделал. Все, что мне удалось услышать от ненормальной тетки после того, как я очнулся, были просто вопли о том, что все неправильно поняли, и истеричный плач. До сих пор она не верит, что яжемамке придется платить за скорую помощь, фельдшеров и другие последующие медицинские счета. Весь общественный транспорт для этой конкретной линии был вынужден остановиться на 3 часа, только потому, что слишком заботливая мать не получила того, что хотела. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением. Меня выпишут отсюда, как только врачи будут уверены, что мой пульс и кровообращение станут немного сильнее. Они знают, что не могут вылечить это заболевание, но мне сказали, что попытаются сделать мой организм хоть немного более стабильным. Я же мать против пожирателя душ. Эта история произошла уже очень давно, еще в те ламповые времена, когда люди носили друг другу диски с фильмами и играми. И вот мой двоюродный брат однажды открыл для себя киностудию Гибли. Ребенок был в восторге, и когда он пришел ко мне в комнату, сразу же заметил богатую коллекцию различных аниме от этой студии. Естественно, он начал слезно умолять меня одолжить диски, чтобы дома посмотреть все. Я разрешила ему выбрать их. Итак, мальчуган решил утащить на время пожирателя душ. Но ребенку было всего 12 лет, а значит, ему еще рановато это смотреть. К тому же, его мама очень религиозна, вряд ли она будет в восторге от этой идеи. Я объяснил ему это, и парниша все понял. Он без ссор и обид выбрал моего соседа Татора и унесенных призраками. Кажется, он был доволен выбором и говорил, что вернет их через неделю, тогда же возьмет новую партию аниме. И тут в комнату вошла его мама, сестра моего папы. Я подслушала ваш разговор. Я думала, что мы семья, но оказывается, тебе жалко какого-то диска для моего ребенка. Но почему? Мисс Мэри, там ограничение стоит по возрасту, ему еще рано такое смотреть. К тому же, вряд ли он что-то поймет. В смысле? Ты моего ребенка глупым называешь? Ты вообще страх потерял? Нет, конечно. Просто я говорю, что ему еще рановато. В этот момент в комнату вошел мой папа и смог разрядить обстановку. Однако, неужели вы думаете, что это конец? Ну уж нет, это только начало истории. Итак, я уже и забыл об этой ситуации, но буквально через три дня мне звонит моя тетя. Ты что подсунул моему ребенку? Что за сатанинские мультики? Ты совсем оборзел? Я очень удивился ее словам, так как я не помню такого. Но я же мать не унималась и кричала о демоне и ногой девушке. Что-то я не припомню таких сцен в этих аниме. И тут до меня доходит, что она просто украла мой диск. Я метнулся к полке с моими аниме и действительно, заветного диска не было. Вы что, украли мой диск? Не украла, а одолжила. Имею право, я старше тебя и к тому же у меня ребенок, не забывай. Я должна ему пробивать дорогу и быть наглее, чтобы у него было все, что он захочет. А ты наглое существо, как ты посмел дать моему ребенку такое? Ты знаешь, что тебя Бог накажет за просмотр этого шлака? А теперь, слушай меня, то, что у тебя есть дитятка, не дает тебе права вести себя по-свински. Я надеюсь, что ты принесешь мои диски уже завтра, а иначе вся эта информация попадет к моему отцу. И тогда ноги твоей в нашем доме не будет. Заваровство и хамское отношение ко мне. Поняла? И в этот момент трубку выхватил сын этой я же мамки. Он начал извиняться и обещал, что уже сегодня занесет этот диск. На заднем фоне я слышал оскорбление и уже думал ссориться дальше. Но мне стало жалко парнишку. Он ведь как между двух огней, поэтому постарался не обращать внимания на оскорбления. Однако при следующих встречах эта дамочка вела себя вполне спокойно и старалась не выводить меня. Видимо, страх перед яростью моего отца ее сильно пугал. Хочешь больше трешовых историй из жизни, смотри КМП или подслушано.